142 страны наряду с Россией отмечает 1 мая. По народным приметам, если начало мая выдалось холодным, жди потепление в конце и наоборот. В день солидарности и дружбы народов родился великий летописец земли сибирской Виктор Петрович Астафьев. В честь 90-летия со дня рождения писателя состоится открытие музея-усадьбы имени Астафьева в поселке Овсянка. 1 мая открытие мемориального комплекса начнется с того, что мы откроем выставку Виктора Петровича Астафьева «Изобразительное искусство». Затем мы планируем, что там будет встреча с друзьями Виктора Петровича. Дело в том, что мы ждем в гости двух замечательных писателей, очень известных в России людей и, самое главное, самых близких друзей Виктора Петровича. Это, во-первых, Валентин Яковлевич Курбатов. Это тот человек, который практически все свое творчество посвятил именно Астафьеву, потому что он Астафьеву нет. Без друзей меня чуть-чуть! Без друзей меня чуть-чуть! А с друзьями много! А с друзьями много! Одно из шествий под названием «Монстрация номер 5» в очередной раз пройдет по проспекту мира. Это общероссийская массово-художественная акция с транспарантами, на которых изображены абсурдные лозунги. В Новосибирске, где прошла первая стране-монстрация 10 лет назад, в акции участвуют даже депутаты законодательного собрания. А кто-то берет с собой ручных любимцев. Не ходите шествовать с плакатами, тогда собирайтесь здесь, на острове Таташев, где состоится 17-й легкоатлетический полумарафон. Ожидается участие около 200 спортсменов со всего края, а также Сибири. Любой может принимать участие. У нас причем разбивка по возрастным категориям, по 5 лет. И у нас как раз среди бегунов есть даже такой своеобразный возрастной рекорд. У нас есть Саня Николаевич Веретнов, которого совсем недавно исполнилось 87 лет. Он до сих пор бегает, до сих пор еще на дистанции. И мы надеемся, что он тоже примет участие в этом мероприятии. Отшагали, отбегали, а энергии хоть отбавляй? Встречайте май на коньках! Тем более в арене «Север» на праздничный уикенд добавили по два дополнительных сеанса массового катания. Форс-мажорное обстоятельство, не повод отчаиваться. Круглосуточно в травмпунктах города мы сможем получить экстренную профилактику клещевого энцефалита, сообщает сайт городской администрации. В поликлиниках будет вестись амбулаторный прием 3-го и 10-го мая с 8 утра до 2-х часов дня. Расслабиться на майских долгоходных вы можете на фестивале «Теплые руки». Впервые в крае пройдет массажный марафон, где вы можете погрузиться в мир юмейхотерапии, психоэнергетики и биоэнерготерапии. «Мы будем рассказывать о восточных техниках оздоровлениях, которые люди могут попробовать на себе. Мы будем делиться по парам, и наши лучшие тренера будут контролировать этот процесс. Соответственно, давать будем там на лучшее то, что можно использовать дома, в домашнем. Проведете праздники на огороде, не забудьте начать новый день с нашей программой. 1-2 мая мы выходим в привычное для вас время. Будем солидарничать и дружить! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова